привет всем приветик чтобы вы не скучали решила к вам выйти но я уверена что вы там пилите привет женечка сегодня розочки делала я что-то так вдохновилась и решила тоже сделать розочки и сижу сейчас гадаю на каком фоне вот на темном я сделала вот они у нас тут не простые будут а секретные приветик и сделала вот голубой фон и не знаю какой вам больше по душе сделать также на темном чтобы композиция была или сделать на голубеньком приветик танюша привет перевернут так тоже я специально сейчас темный темный на голубом специально оставила этот господи автоповорот и на том и на другом ну если буду занимать ваше время значит давайте на том и на другом в принципе если хотите да розы очень простые в них есть один такой нюанс и вы его сейчас чуть позже увидите ну ладно давайте начнем на чем-нибудь делать а там будет видно хотим ладно ну кто захочет тот останется да со мной в продолжение буду два тогда делать варианта давайте эту в композицию сделаю розочку с этой стороны это ближе к кутикуле третий час и вы не спите ничего себе давайте прекращайте девчоночки я беру тоненькую кисточку у меня это вензельная кисть 10 0 из набора тонкий завиток и беру у меня здесь несколько оттенков гель-лаков гель-лаками я сегодня рисую теми которые не совсем не подошли в покрытие объясню потом почему и расскажу в чем их все-таки прелесть то и есть я беру бежевый оттеночек некоторые мне подошли в покрытие а некоторые нет вот у меня такой темно-темно-серый оттенок это у меня в один слой вот этот оттенок нанесен 180 очень классный и рисую розочку надеюсь вам видно то есть я себе сейчас такую блин как же себе то что было видно здравствуйте так вот вам секунду вот так вам будет видно я буду стараться не убегать я себе намечаю намечаю серединку то есть такую делаю загогульку спиральку как сердечко такое получается да принципе очень так ну как легкий вариант можно острые лепесточки делать можно круглые ледраные какие-то но сейчас не очень это принципиально рисуем по типу обычно трафаретные розы которая будет добрый вечер всем спасибо за ваши сердечки вот и так вот это на на продли вот этот лепесток вот так где-то я могу налажать это вообще абсолютно не страшно потому что это все закроется следующими цветами и оттеночками да пусть будет вот такая вот такой у края розы будет здесь несколько листиков сделаем и отправлю фиксироваться кисточка зубов как обычно вот так что я дальше буду делать мне каждый лепесток нужно будет разукрасить с микро таким градиентом нет чем помочь мокрым по сухому в гель-лак если говорить про кани у них нету остаточной дисперсии поэтому на них нужен или родной топ или топ с липким слоем тоненькой которая была застразована это другая кисточка новенькая туда мы забрала надо принести и теперь я начинаю выбираю любой лепесток абсолютно здесь вообще не принципиально беру разные оттеночки так но здесь очень крупненько я вот так положу чтобы вам было немножко видно вот этот какой-то такой лавандовый оттенок не знаю как передается второй более коралловый фиолетовый и коралловый но похолоднее немножко вот и начинаю заполнять смотрю сейчас под камеру но буду пытаться сделать так чтобы вам было тоже видно выбираю любой лепесточек и начинаю ну как бы один лепесточек заполняю так чтобы не было видно что тут делаю вот я его сейчас заполнила и вот эту границу прям размываю как бы смешиваю приветик чтобы у нас был более такой плавный как маленькие градиентики внутри на каждом лепесточке вот даже если не совсем там идеально это не очень страшно потому что это в общей картине потом должно быть добрый вечер всем привет да сохранит трансляцию поэтому кто не может посмотреть тот потом посмотрит какой-нибудь другой выбираю лепесточек и тоже заполняю любыми оттенками вот у меня их сейчас 4 я расскажу потом про эту коллекцию гель-лак в пару слов скажу чем я рисую рисую сейчас не конечно в принципе можно это делать любыми гель-лаками но я вам расскажу про эту коллекцию да 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 это гель-лаки гель-лаки все правильно так но у меня остальные все соприкасаются поэтому я сейчас отправлю в топку на недолго то есть чуть-чуть подфиксировать буквально 5 секунд здравствуйте рада что вы с нами привет юлечка всем привет надо вас радовать чем-нибудь вы меня радуете своими отработками полоской кисти прям чудесно вот вытащила из лампы доброго дня и продолжаю также заполнять здравствуйте обычными красьте пожалуйста ну здесь не ничего такого шедеврального обычный прям салонный дизайн ничего сверхъестественного абсолютно простой дизайн здравствуйте так ну что вы заметили что-нибудь необычного уже или нет не крась ногти мне все время все вылезает значит учиться надо или ходить к мастеру хорошему термо да это термики вот видите голубеньким стал фиолетовым обратно становится все вы заметили молодцы я так и знала что от вас ничего не утаишь это был такой вопрос на усыпление бдительности осмотрите ли вы вообще что я делаю или мы просто поболтать нет устрица блестяще смотрю захлеб смотрите я очень рада главное чтобы отрабатывали у меня прям есть некоторые девчонки уже в личку присылают там первый курс только первый типс посмотрели сразу уже на клиенте сделали текс прелесть термо в том что сейчас самое время будет с ними играться они уже так незаслуженно забыты и как называется это палочка волшебная палочка палочка-выручалочка секретная палочка как как еще мы назовем девочки эту палочку играл очку супер палочка супер палочка я не могу да выставляйте буду рада так ну вот я вроде бы все заполнила и от про палочка рисовал очка да отправляем в лампу давайте здесь тоже пока у меня там подсыхает все это дело супер белей палка точно сейчас нет ничего не оставляю именно поэтому подфиксировала некоторые вот сейчас еще раз да посмотрите кто с вами с нами не сначала тут правда на голубом фоне буду делать здесь главное с лепестками как раз вот не очень мельчить видите каждый лепесточек делаю крупнее предыдущего такое сердечко сделала и вокруг уже накручиваю эти лепестки первое я делаю вот видите контур-контур ничего там такого именно контур для того чтобы заполнить его видно не будет именно поэтому я выбрала такой нейтральный оттенок а именно бежевый он будет невидимый со всех сторон я его тоже фиксирую привет так давайте его тоже заполним сейчас этот типс я его по-быстрому заполню вот пока у нас получилась вот такая вот каша-малаша именно поэтому нам нужно было разделить и понимать где мы будем дальше красить иначе здравствуйте иначе мы не поймем что мы вообще будем делать пока у меня там подсыхает моя граница здесь я сделаю такие листики но они тоже вполне себе условные такие как треугольнички даже до конца могу не доводить все равно там будет тенька надеюсь видно да то есть такой он пока темно-темно зелененькие ну и где-нибудь еще так как достаточно крупная розочка нельзя мельчить листьями некоторые неправильно рисуют листья объясню что значит неправильно даже нарисовать а негде а нет нарис найду вам сейчас местечко так смотрите вот у нас допустим розочка ну так условно да и нарисовала и некоторые рисуют рисуют листья вот такие вот от от этого края начинают рисовать вот такие вот листья скажите видели такое знакомо ли это на самом деле такого быть не может в природе и листья все ну вот если представить центр цветка и там где-то у нас что-то ветка на которой все это сидит то есть в композиции все должно быть ну от вот этого центра если ой давайте просто не обращать внимание девчули кому надо тот все понимает то есть если у нас лист вот такой то мы себе представляем что он как бы вот внутри если мы не будем эту палку брать а только к центру относиться то у нас как бы там внутри идет лист а вот здесь становится видимым понимаете разница тогда будет правильное масштабирование всего дизайна иначе это очень нелепая конструкция получается с вот такими хвостами я очень надеюсь что вы меня поняли услышали про именно листья куда они как крепятся если говорить про небольшие композиции но с большими крупными цветками меня поняли девчули я очень рада так я быстренько сейчас заполню да то есть я сейчас уже не буду показывать да вид сверху все правильно то есть побыстренько листья глаз это режет а представьте вот когда мы инструктора которые много-много знаем умеем учим тоже людей как нам глаз режут вот такие вот всякие истории я тут недавно себя на мысли поймала что я очень много ну наверное вот в ногтевой индустрии знаю и понимаю то есть я разбираюсь в моделировании блин стразик попал в дизайне в маникюре в педикюре то есть так что очень люблю это делать вот видите что я сейчас сделала девочки обратите внимание если вам нужно быстро что-то сделать то есть не каждый лебесток я закрашиваю отдельно а взяла один цвет и вот такими вот пятнышками накидала ну как бы на всех лепестках ну как бы на всех лепестках потом взяла другой цвет и так же буду накидывать здравствуйте попозже скажу какие термо я думаю что можно использовать любые термо в этом в этом дизайне можно использовать даже и не термо вовсе вы же понимаете это просто одна из техник я просто знаю что у многих девчонок есть эти гирилайки ну термо именно разных компаний и вот это один из методов я с этой компанией которую я сейчас рисую столкнулась повелась скажем так на все эти термо плюшки и была такая неприятная ситуация я клиенту накрасила ногти она ушла а у нее этот цвет обратно ну нормально не поменялся то есть он как вот был таким помененным так он и остался потом он стал меняться но немножечко как то вот ну плешивисто что ли не знаю сталкивались ли вы когда нибудь с такими торговыми марками или нет а гирилайки вполне себе не дешевые сейчас чуть позже об этом скажу я их выставила сейчас на распродажу себе прям в убыток но для дизайнов я всегда честно признаюсь об этом кани кани кстати термо я не пробовала наверное у меня вот с этими гирилаками случился такой опыт и я что то что то как то не решилась нет не блю скай вы даже не догадаетесь я бы сказала возможно не поверите что именно эта торговая марка себя так повела но я эти гирилайки в любом случае в работе когда я приобретаю себе гирилайки для продажи я всегда беру себе в работу нет неля нейл вот сколько у нас предположений вот и в итоге я эти гирилаки оставила для дизайнов и сейчас вот мне кажется как раз осень самое будет время когда будут различные варианты с изменением температур и можно будет нет не денса эльдурель нет эльдурель там вообще не очень хорошая история у нас получилась они не очень порядочно себя повели и поэтому тоже с ним перестали работать и тоже гирилайки сейчас на распродаже за очень недорого продаем вот хотя качество меня устраивало но одна позиция меня очень сильно подвела и после этого сама компания повела себя некорректно в отношении этой ситуации поэтому перестали работать вот с фоксами не знаю такую марку фокс так будет будет держаться и так я сейчас сделала пока вот такую работу видите подмалевочки так называемые и теперь мне нужно сделать тень для тени я взяла тот же самый вот этот темный темный фоновый цвет нет я даже не знаю синди термо есть что ли и смешала с топом ну тут даже такая корявая конструкция у меня получилась не совсем доразмешана ну вот немножечко еще сейчас подмешаю нет не знакомо такие умные девочки как вы и мисс раша которые задают тупые вопросы я на них не отвечаю поэтому можете удалиться из моего чата так и я вот этим вот цветом который сделал такой полупрозрачный он у меня будет теневой я его вернее я этот герлочок вот так вот буду прокладывать в те места где у меня была ну должна быть как бы тень от лепестков благодаря тому что я смешала с топом видите у меня получается такой ну как бы плавный переход даже если он не суперплавный ну понятно что здесь есть тень есть такой вариант есть такой вот спросите у производителей в чем проблема вы покупаете продукты и не спрашиваете даже какой срок годности ну может быть спросите у производителя и он вам точно подскажет в любом случае что-то портится что-то нет какие-то компоненты разлагаться начинают девчонки кто на химии с нами был они знают это все вот если делать очень темно то будет слишком сильно контрастно и пропадет вот этот вот какой-то акварельненький такой эффект да все правильно проверяем на себе если сомневаетесь лучше выбросьте вот вы же не будете мыть голову шампунем в котором вы сомневаетесь вот он у вас там отщелкнулся расслоился я не знаю цвет поменял воняет вряд ли вы себе на голову нанесете а тут еще и людям за деньги за их да вы хотите вот что-то такое сделать ну не знаю я бы не рискнула если честно и где у нас вот это вот зеленюка была я тоже делаю ну если вы его не любите то наверное да нет зеленый просто из коллекции на текане у меня сейчас 4 термика и я их все использую вот дело в том что как раз нужно попользовать все вот эти вот цвета чтобы ну чтобы их сработать чтобы куда-то они у нас расходовались и они прекрасным образом сочетаются между собой видите фиолетовый в голубой у шелтого лавандовый в голубой то есть что-то в бежевое но вопрос то о том что бутылечек без срока годности значит вы купили кота в мешке ни одна уважающая себя компания не будет ставить ну как бы не будет ставить там дату ну например вот сейчас я распродаю базу коди и топ коди оригинальные еще там с тех времен когда мы их купили супер много маленькие у меня остались и они стоили 579 рублей я сейчас я в убытках продаю по 350 потому что у них еще год срок годности а девчонки которые на коде сидят работают да они их сработают прекрасным образом но я же не могу просрочку продавать хотя почему бы и нет но у меня наверное совести не хватит на это все дело или я другой человек я лучше в минус себе уйду но все будет честно наверное как то так так ну вот да очень важно работать с торговыми марками которые доверяешь с которыми есть связь обратная всегда есть какие то проблемы в торговой марке у меня тоже были такие ситуации с торговыми марками почему мы переставали с ними работать потому что они неадекватно реагировали на какие то моменты не хотели забирать некачественную продукцию ну как бы возврат делать но не хотите я тогда никогда не буду закупать и всех буду отговаривать какой цвет мешало я смешала вот этот 180 ну что нибудь серенькое можете брать и эту серенькое можете мешать опять же если холодные оттенки у меня сейчас достаточно холодные оттенки и фон тоже холодный а если теплые оттенки то лучше брать что нибудь теплое например коричневый так здесь у меня уже тенечки мои высохли я буду делать свет мне нужно сделать свет для света я взяла белый у меня был еще из тестовых запасов 11 классической коллекции он сам по себе достаточно не очень плотный просто белый гель-лак и я его использую для каких то вот подобных вещей а так можно взять гель-краску с топом размешать но я его тоже размешала чтобы он получился еще более такой вот видите синюшное молоко то есть такой полупрозрачный но беленький для того чтобы сделать по краям такие высветления то есть точно так же как и с топом это было темное теньку мы сделали с другой стороны мы будем делать светлый это даст очень мягкий такой вариант вот опять же за счет того что там будет прозрачность какая-то внутренний цвет он останется не обязательно всюду это обводить а только самые остренькие то есть выпукленькие местечки видно да наносим из нее я растягиваем в одну сторону в другую и немножечко растираем чтобы получился такой более плавный переход девчонки вам понятно скажите пожалуйста то я тут сама с собой, тихо сам с собой я веду беседу. Да, я рада. Мелочи приятны, да? Я очень, очень рада. Окей. Так, у меня тут какой-то, я не поняла, что это. Тоже типа лепестка какой-то получилось. Спите, спите, не переживайте. Завтра посмотрите. Ничего не пропадет, это у нас такая трансляция останется. Легкий салонный дизайн, но это вот из разряда, когда нужно и не очень быстро, не очень медленно. Не знаю, может я с вами, конечно, сижу тут, копошусь. А так, в принципе, достаточно быстро все. Да, космическая правда какая-то такая. И на листьях я тоже делаю то же самое. Чем хороший этот молочный оттенок, тем что он будет такой, как сказать, принимать вот этот подтон, то, на чем вы рисуете. Но это нам не отменит никаких там бликовочек, прорисовочек, да? Вот, чуть-чуть растянула. Спасибо, девочки. Для лепки, есть для лепки, двоечка для лепки. Четверок нету, а четверки только в наборах были, а для лепки двоечки. Они есть. Если что, девчонки, вот, если у вас вопросы какие-то по магазину, вы можете смело на рабочий телефон, он всегда указан у нас, писать в WhatsApp, Viber и LADA-администратор. Она вам поможет и сориентирует. Просто действительно, какого-то, каких-то продуктов, сейчас еще здесь вот сделаю, каких-то продуктов не было, потому что у нас все закончилось. Данс легенд были в отпуске, да? И мы тоже ждали. И вот сейчас, к сожалению, какое-то у них сырье закончилось. Мы уже с Ляночкой связывались, там чего-то нету, что-то будет. Ну, мы тоже ждем. Мы тоже заинтересованы, чтобы вам все отгружать. То есть, у нас нету никакого прикола, чтобы вас, там, не знаю, обделять продукцией. А вот на светлом фоне, посмотрите, она прям смотрится вообще, да, нежнятина. Хотя, рисуя одними и теми же оттенками, Афон уже делает свое дело. Прямо прикольно. Это более даже весенний, я бы так сказала, вариант. Да, у нас с вами Лада говорит, в понедельник электричество отключат. К сожалению. Так что в понедельник меня точно не будет с вами эффектнее. Ну, вот кому как нравится, да? Но мы же можем как сделать один и тот же дизайн, и что я вам и советую, в общем-то, всегда делать. Один и тот же дизайн в разных оттенках и немножечко в разном расположении. И клиент будет воспринимать, что это абсолютно разные дизайны. А вы, тем самым, рисуя один и тот же дизайн на разных оттенках, вы его тренируете очень хорошо. И каждый раз у вас будет получаться все быстрее и быстрее. Даже вот кто сейчас с нами проходил плоскую кисть, да, девчонки, кто делал по, ну, я вижу, отработки присылают девчуле. Вот. Вот. И прям кто отрабатывает один и тот же дизайн в разных оттенках, чего они делают, им великие молодцы, у того прям каждая работа становится все чище и чище и чище. А кто, конечно же, одну сделал, лишь бы отработать, ну, это же вам нужно. Здесь важно сейчас не скорость, а качество. Сегодня у меня тоже приходила моя ученица Оксаночка и делала, вот у нее там что-то стало получаться лучше. Вот видите, пока такая мутность какая-то получается. Все. На темном фоне, ну, это я вам покажу уже законченный вариант, чтобы полпачки скурила. Ну, это уж там очень. Вот. Видите, когда он еще без всяких вот этих обводочек, а что мы сейчас это и будем делать, беленьким отобьем это все, стразики посадим и будет все готово. Просто, когда восприятие идет вот такой работы, то эта работа, она такая, ну, как бы незаконченная. Вот видите, здесь в тепле есть голубое и бежевое, а здесь больше сиреневое и коралловое. Постоянно это все будет меняться. И теперь я беру белую гель-красочку. Вы можете взять любой своей торговой марки, с которой работаете. У меня на сегодняшний момент большая моя банка Ультравайт от Виволи. Она очень пигментирована. Можно взять, конечно же, Данс Легенд, Арт Гель, Вайдропс и все, что угодно. То есть у меня сегодня вот попалась под руку вот эта гель-краска, поэтому я буду ей и рисовать. Начинать можно с любого места. Да, ну вот опять же, есть прорисовка, нет прорисовки. Но без вот этой вот работы, которую мы провели до этого, хотя какая там работа невеликая, да. И вот сейчас мы можем вот эти краешки, которые я буду обводить немножечко, ну, как бы кудрявить. И обязательно в каких-то местах нужно делать такие уплотнения, то есть потолще немножечко. Это будет потом определять, что не просто у вас там жирные линии идут, а что у вас разнокалиберные. Вот видите, где-то толще, где-то тоньше. Можете начинать с самого верхнего места. Как раз вот эта вот линия, которая между лепестками была такая вот темная, видите. Вот прям можете по ней даже и ориентироваться. Мы ее полностью практически закрываем. На самом выпуклом месте лепестка мы можем делать самое толстое место. И здесь очень важно присоединить хвостик до предыдущего лепестка. Матовым будет очень красиво. Очень. Я в этом даже уверена. Можем голубую покрыть матовым. Или вот эту вот серенькую покрыть матовым. Как решите, так и сделаем. Я сегодня готова на все. У меня сегодня, знаете, какой день был? Я очищала стразики Сваровские от клея. У меня там от одного неудачного проекта. Надо мне было отделить стразы. И как я их только не очищала. Да, обязательно меня отмечайте. Я всегда смотрю. Если нужна какая-то критика, я покритикую. Если все мне нравится, я всегда ставлю лайки. Если вам нужна какая-то критика вдруг, но не хотите, чтобы ее все видели, то можете мне написать в директ. И я обязательно вам там напишу. Нет, нет, матовый топ не дает трещины. Но он очень гибкий, он очень крутой, бархатный. Прям вообще очень крутой. Вы что? Вот, да, у нас уже получилась не такая картина, как была совсем. И листики я тоже обведу. Но вот этот дизайн у меня почему-то, почему-то, здравствуйте, не хочу здесь делать какие-то такие, знаете, глобальные доработки. Там тонкие линии, хвостики, веточки. Почему-то вот этот крупничок такой, он мне прям нравится. Я ставлю как есть и доработаю только стразиками, и будет у меня счастье. Вот. Такой вот получился. Да, да, да. Матовый, да, очень классный. Здесь прям страз не хватает обязательно. Мы сюда их сейчас впердулим и сделаем еще вот здесь обводочку. Видите, очень простые этапы. Сначала контуры, но если вы видите без контуров, вы можете даже сразу это делать. Но я, если честно, всегда сделаю вот эту вот тоненькую прорисовку. Она вам убирает весь головняк. То есть вы уже знаете, куда вести, вернее, где делать вот это вот заполнение. И вы точно не ошибетесь. Да, останется, останется. Да, я сама, вот знаете, как иногда вас почитываю, а так вот прям в удовольствие рисую. Но иногда хочется просто посидеть, поделать что-нибудь. И вот я говорю, у меня немножко... Сегодня я полдня очищала тетразы. Оксана пришла, там классический маникюр мы чуть с ней потренировали. Вот. И попробовала с резиной поработать, и у меня немножко не получалось. Я думаю, все, пойду рисовать. Потом думаю, а что я буду одна рисовать? Пойду-ка я с девулями порисую. Ну, то есть с вами. Ну, так вот и получилось. То есть сижу с вами. И вы со мной. Это так радует. Я вам даже передать не могу. Так. Ну, вот как-то у нас так получилось. Листики тоже так условные, что они там есть. Спасибо. Да, иногда в перископе хочется что-то посмотреть. Я сегодня так обедала, думаю, зайду-ка в перископ. И потом вот Женечка именно сидела. Я поела с удовольствием. Жеку посмотрела. У нее там были розочки. Я решила, что... А почему у меня тоже не будет розочек? Да. А вот здесь мне еще захотелось сделать... Знаете, что? Я такое делала нечто. Но вот здесь мне тоже как-то не хватает. Такие... Хоть и тут будут и стразики, но все равно хочу сделать вот такие плюшечки. На каком-то я дизайне делала такие... матовенькие, ну как, белесые вот эти штуки. Они дополняют дизайн. Да, уже вот прям заработало все. Хотя вроде бы ничего не сделали. Стразики добавим, но будет. Это знаете, как... Когда я раньше работала с большим количеством клиентов. Здесь тоже, кстати, сделаю. С большим количеством клиентов работало. Очень много. Я утром начинала с одного дизайна. Ну вот с какого-то одного. И к вечеру клиент приходил, я говорю, я знаю, что я тебе сделаю. Это будет. Пау. Она такая, да, ну все, ладно. Я тебе доверяю. У тебя всегда типа что-то прикольное, интересное. И все. Я к каждому дизайну начинаю дорабатывать какие-то плюшки. Ну вот как сейчас, вот видите. То есть оно и до этого было ничего. Там страз добавь, и хорошо. А вроде бы вот добавил чего-то еще такого ненавязчивого. Глядишь, и композиция уже лучше стала. Ну и вот все в таком духе. И когда к вечеру уже доходит дело, уже получалось что-то такое прям супер-пуперское. Ну что, матовым будем делать или нет? Надо сходить за матовым. Будем или не будем, скажите мне, товарищи. Ежели будем, то пойду. Если нет, покрою глянцем, посажу страйзинки. Да, подождете меня минуточку. Я буквально 2 секунды сбегаю за матом. Тема, хорошо. У меня под руку попал сегодня нелико-вельвет. Так, темный, да, темный, говорите? Давайте, будет один у нас темный, глянцевый, один будет матовый, и один будет голубой, тоже глянцевый, да? Давайте сначала на голубой. Плюшки. Ну, плюшки, да, они такие, дополняющие всю конструкцию. Ой-ой, блин, кисть улетела, ну ладно. Мне вроде ничего не рисовать. Сейчас, девчонки, я топом прозрачным покрываю, а то у меня криворучку обострения. Смотрите, так как я сейчас делаю такой выставочный образец, я буду сразу на топ сажать и страйзики. Но вам я сажаю так делать, если это только Женин Экстрастронг, или как он называется, подождите, Даймонд. А если у вас опаловые, кстати, сюда, да, хорошо подойдут, и новые страйзики, которые есть, ну, такие... Какие? Какие? Без блеска, без фольгированной подложки, девочки, если говорить про Сваровский. И что это было? А у меня, наверное, зарядка заканчивается. Не, не Пикси, не-не-не, не на Али. Сейчас, девчули, подождите одну секундочку, прям one moment. У меня телефон отказывается. Отказывается. Ой, сейчас я ему еды дам. Он говорит, не буду тебе больше показывать ничего. Опа, всё, он мне опять всё показывает. А то он, может быть, вам видно, а мне нет. Так, забыла, как они называются. Целая коллекция. Короче, матовые такие стразы, абсолютно без всякого блеска. Но они тоже прикольные. Главное, которые гранёные. У меня тут осталось немножечко таких бульёшек разноцветных. Добрый день. Ой, блин, ногой достать кисточку. Есть сегодня какая-то корявка. Всё у меня из рук. Вот это опалы. А есть ещё в Сваровске, я не помню, как. Вот эти вот опалы есть, а вот которые не опалы, я их не помню. Ну и сюда бульёшей. Приветик, Тула. Вот так, две-три бульёночки, чтобы они там одиноко не тусили эти стразики, где мы по одной посадили. Да, кристалл пикси сюда прекрасно подойдут. Есть сейчас такие опаловые пикси. У меня тоже целая упаковка есть. Беленькие. Вот прям подойдут. Приветик. Ну, я думаю, достаточно, хватит совсем немножечко. Я сейчас остатки, излишки, вернее, топа уберу. Я вам когда-нибудь покажу их. Они совсем без фольгированной подложки. Они, некоторые, вот Вика Рулёва говорит, они как пластиковые смотрятся. Может быть и так, но у них очень красивое свечение. И мне они тоже нравятся. У меня есть целый микс. Вот сегодня я решила взять опаловые. Они так подсвечиваются очень мило. Отправляю это в топку. А этот, да, матовый покровный. Ой, вот что, это розы вообще самые такие, я не знаю, проще не придумаешь. Даже вот прям нужно очень сильно тупить, чтобы эти розы не сможешь делать, если честно. Думаю, матовый тоже будет классно. Здесь я тоже посажу на матовый топ, а так я посадила бы на базу, например, флекси. Я очень рада, что мы помогаем вам смотреть на мир, на дизайн и другими глазами. Я надеюсь, все эти глаза у вас более открытые получаются. И вам все более понятно. Крайне мере хочется в это верить. Так, ну что. Еще один. И сюда. И тоже булечек добавлю. Спасибо, девочки. Я думаю, что вы вдохновляете нас, а мы вдохновляем вас, чтобы двигаться дальше и развиваться, расти. Благо, дело, сейчас время перископа. И я вам могу сказать, что все девчонки, кто есть в перископе, блин, вы уже впереди других. Потому что очень много людей не знает, что такое перископ. К сожалению, вот я в последнее время сталкиваюсь, мне кто-нибудь пишет, а что такое перископ. Или где-то посещаю, там, другой саунд красоты, не знаю, волосы там сделать они. Я смотрю что-то, а что ты смотришь на ютубе ролики, да? Я говорю, нет, вот в перископе там какие-нибудь трансляции пересматриваю. Они, ой, что это такое? То есть, представляете, есть люди, которые вообще не в теме просто. Вот они капец как далеки. И прям я начала понимать, что девчонки, которые в перископе, они все-таки на коне. Потому что очень много могут бесплатно получить из перископа, да? А если еще их там обучаются платно, там, на тех же наших с Юлей семинарах, то это же вообще супер. Вы даете фору очень многим. И я понимаю, почему девочки учащиеся, те, которые за границей, вот у нас учатся. Они, конечно, становятся лучшими у себя. Это радует. Так, но я не буду перебарщивать. Это, да, лучшая враг хорошего. Это так всегда. Вообще она вот тут сидела. Куда-то она там укатяшилась. И все. Пошла в топку Розуля наша. Это вернулась Розуля. Сейчас я ее протру отлипкала. Ага. Ну, Вер, я надеюсь, что вы не пожалели, что перископ установили. Все-таки это инвестиция вашего времени, даже ни денег, ни капельки, да? Сейчас дисперсию сниму. Молодец, что учитесь. Это то, что и надо. Вот, видите, как классно. Ой, не под камера. Так, ну что, у меня матовый высох. Правда? Я очень рада, девочки, что мы вас просвещаем, вдохновляем. Даем вам двигаться дальше. Потому что, правда, есть чем поделиться и прям зудит уже. Так, смотрите, как круто. Вот я фанат матового. Меня вот хоть убей. Я не знаю, если дизайн для меня матовый, это вот что-то волшебное. Посмотрите, какая прелесть. Высох-высох. Нет, 30 сек нормально. Да, кстати, про курсы могу тоже пару слов сказать. Будут живые. Ну что, надеюсь, он было интересно. Вот такие у нас матовые. Он, конечно, немножко еще белесее делает. Видите, голубой еще не остыл, а здесь остыл. Давайте подсушим. Вернее, подогреем в лампе немножечко и посмотрим, как он будет. Дорого, да, смотрится? Прям матовый какой-то классный. Советую попробовать отметить меня. Так, не успел, да, нагреться? Сейчас мы его нагреем. Вот, с голубым будет тоже. Да. Я думаю, что и голубой, если тоже в матовый покрыть, будет тоже шикардятина. Да, оба классненьких, согласна. То есть вы сделаете клиенту и так, и так, или на типсах, и на розовом будет красиво. Ну, на всей пастели, на всей нежняшности будет красиво. Вот, здравствуйте. А теперь я вам расскажу пару слов, какими гель-лаками я это все-таки делала, да? Если не говорить про фоны и листья, это я делала гель-лаками торговой марки Кани. Они у нас сейчас идут на распродаже. Две штучки за 250 рублей. Большой ассортимент. И у нас они оригинальные. Сейчас я вам покажу, какие они. И у нас есть декларация о соответствии этих продуктов. То есть, смотрите. Они практически не оставляют липкости, поэтому в них можно хорошо делать всевозможные втирки. Сейчас покажу вам наш сайт. Голубенький могу показать. Там много, и вы можете выбрать себе, что хотите. Видите, сейчас я могу рассказать, что на распродаже. Это вот то, что у меня под руку попалось. Очень классные гель-лайки. Есть, конечно, и не такие консистенции, попроще, но вот мне нравится. На базе на любой хорошо стоит. Главное топ. Топ с липким или Данс Легенд с липким, или родной топ, он недорогой. И тогда ничего не скалывается. Или вообще, может, топом не покрывать. Они сами по себе очень глянцевые. Вот. И вот такие гель-лайки, которые термо. Если говорить про термо. Что это за торговая марка? Кто знает? Наяда. Сразу узнали, да, Наяда. Да. Они, девочки, были по 630 рублей. Продаю их сейчас по 350. Просто потому, что они кому-то пригодятся именно для росписи. Это сильный минус, я вам скажу честно. Себе работаю. 519. Сейчас они по 350 рублей у нас на распродаже. Вот такой розовенький. Если вдруг кому-то надо, и для росписи, и... Клево. Малышка все понимает. Такой фиолетовый, который как раз... А, нет, в голубой уходит лавандовый. Так, это был 520. Если вдруг кому. 517, по-моему, розовый. Тоже коралловый потеплее. С ними... Нет, они очень укрывистые, девочки. Они очень укрывистые. Они плотные. В них единственная, говорю, проблема... Вот, они очень плотные. То, что они не хотят быстро менять цвет обратно. Вот, они очень хороши будут для работы в дизайне. Абстракции, там, эффекты камней. Вот, что-то я вам... Что это розы, да, гель-лаками. Ну, девчонки, вы, опять же, смотрите. Вы можете зайти на сайт Наяда. И посмотреть их стоимость. Этих гель-лаков. И вы увидите, что я вообще не вру ни капельки. У нас их осталось немножечко. Может быть, кто-то придет в студию. Я думаю, что мы в интернет-магазин тоже все подобавляем. Вот, потому что я их продаю просто вот ниже закупочной цены, цены. Их осталось буквально по 4, по-моему, штучки. И, ну, знаете как, по 630 рублей их не хотели брать почему-то. Я не знаю. Или там брали, но мы по 10 или по 15 заказывали. Я точно не помню. Вряд ли. Поэтому я их распродаю ниже закупочной цены. Прямо гораздо ниже. Поэтому, если вдруг кому-то надо, то, пожалуйста, берите по 350 рубликов. Коди базы, по-моему, тоже 8 миллилитров. Тоже по 350, была 579. Ну, короче, мы там подраспродаемся немножко. Поэтому, кто в Воронеже живой, приходите. Посмотреть, что выбрать. Там что-то из стемпинга. Мои ногти в отельшике. У меня сейчас кутикула надо подделать. Неделю. Уже 10 дней прошло ногтям. Здесь лепочка. Интернет-магазин мой на сайте находится. Вот здесь. azarov-ru Там заходите на сайт и можете нажать кнопочку «Магазин». И вас перекинет в магазин. Или набрать в браузере сразу, без всяких там. Приезжайте. azarov.shop И вы тоже попадаете сразу в магазин. Это прямая ссылка. Кто хочет узнавать новости о наших онлайн-курсах, то можете подписываться вот здесь на сайт, на элита.ру, на рассылку. В конце вот лист странички. Artgelig есть, конечно, все. Да. Мой инстаграм azarov.studio Тоже добавляйтесь. Я думаю, что я выложу фотографии и ролики. Ролик, может быть, маленький какой-то смонтирую с дизайном. Так что добавляйтесь. Буду рада новым подписчикам. Кто с нами сегодня в первый раз. Grotol, кстати, тоже по распродаже. По 250 рублей. Лайк искать распродажи. Я думаю, да. Я сейчас... Да-да, давайте с вами пойду. Схожу, если у нас... Не знаю, когда все пустим. Пойдемте в магазин. Я пока посмотрю, что у нас там на распродаже есть. Сейчас, давайте. У меня тут зарядка, конечно, отвалится. 6% у меня. Давайте посмотрим. Так. Ну вот, ткани, то, что я говорила. Матовые кани. Глянцевые. Grotol. Все вот они у нас на распродаже. Эль Лаурели тут базы. Что-то еще. Кодишные базы. Эмми чуть-чуть осталось. Красок всякие по 350 распродаем. Они были вот и по 449 тоже. Ну, что-то там исконно, да. И вот. А, вот 629 они стоили. И 529 это солнечный, кстати. Который на солнце меняет. Вот коралловый, меняет в бордовый. Очень крутой. И, по-моему, красный витраж. Тоже отдаем за 350 рублей. Красный витраж хороший, чистый и прозрачный. Будут в интернет-магазине. Девчонки, мы их перекинем. Обязательно. Ну, их, видите, осталось тут вот. 3-4. 3 витражика. То есть, чуть-чуть совсем. Вот. Вот у нас тут коллекция виволевских гирлочков. Редшоу немножко есть. Что еще есть? Пластилинов. Ну вот. Сколько-то есть. Все есть. Да? А, ну вот все есть. Кому надо. Все 12. Welcome. Так, ну ладно, девочки. Буду прощаться. Спасибо вам большое за внимание. Что посмотрели на мою розулету. Надеюсь, вам это было полезно. Да? Очень хочу в это верить. Зарядка садится. В магазине, может быть, всего еще нет. Ну, можете что-то накидать в корзину. А потом, Игорь, надеюсь, буквально скоро все добавит. Все. Пока-пока. Отмечайте меня, если будете что-то делать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok